Делегация Боснии и Герцеговины в Казанском федеральном университете. В прошлом году в Казанском федеральном университете учились 4 студента в Боснии и Герцеговине. Это довольно хороший показатель. В Казани вручили премию за войско. Сегодня ваши работы как никогда интересны. Сегодня ваши работы как никогда важны для науки. Team Spirit, Na'Vi, Virtus.pro. За кем будущее отечественного киберспорта? Мы были первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт. По нашему образу и подобию создавалось более 30 федераций в мире. Мы с этой точки зрения являемся родоначальниками этой истории. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии София Фарленкова. Ректор Казанского федерального университета принял участие в открытии конференции «Современная подготовка инженеров». Мероприятие прошло в онлайн-формате. Обсуждались актуальные вопросы трансформации российского инженерного образования. В конференции приняли участие более тысячи экспертов, ученых, представителей бизнеса и высшей школы. В том числе ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Казанский федеральный университет принял делегацию Боснии и Герцеговины. О том, как прошла встреча с иностранными гостями, далее в сюжете. Делегация Боснии и Герцеговины находится на территории Республики Татарстан несколько дней. Ранее состоялась встреча иностранных гостей с президентом Республики Рустамом Минихановым в Казанском Кремле. После переговоров делегация посетила крупнейший и старейший университет Республики – Казанский федеральный университет. Главная цель визита – дальнейшее сотрудничество в рамках российско-боснийских отношений. В данном моменте существует очень активное общение между президентом Милорадом Додиком и президентом Владимиром Владимировичем Путином. В рамках визита делегаты посетили музей истории Казанского университета, императорский зал и ленинскую аудиторию. Советник при ректорате по международной деятельности Ленар Латыпов провел презентацию КФУ. Он рассказал об истории университета, его структуре и именитых студентах. В прошлом году в Казанском федеральном университете учились 4 студента с Босни-Герцеговины. Это довольно хороший показатель и нужно еще более усердно работать над этими показателями, увеличить и в том числе даже воспользоваться богатым опытом и практикой, наработанной в Казанском федеральном университете в развитии образовательных институций в Босни-Герцеговине. На сегодняшний день Казанский федеральный университет не ведет сотрудничество с научно-образовательными центрами и организациями Боснии-Герцеговины. Однако перспектива таких отношений как раз и легла в основу встречи делегаций с представителями Казанского федерального университета. Роберт Хасанов, Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Академии наук Республики Татарстан состоялась церемония вручения международной премии имени Евгения Завойского о том, кто стал победителем и не только в нашем следующем сюжете. Премия Евгения Завойского ежегодно присуждается за выдающийся вклад за применение или развитие электронного парамагнитного резонанса, открытого в 1944 году доцентом Казанского государственного университета Евгением Завойским. В этом году ее лауреатами стали ученые из России и Германии. Очень отрадно, что сегодня мы будем вручать премию за применение методов магнитного резонанса при исследовании особого типа материалов, которые называются квантовыми материалами, которые сегодня являются наиболее обещающими для применения, я бы не побоялся слова, во всех областях человеческой жизни, начиная от здравоохранения, заканчивая, скажем, зеленой энергетикой и так далее. Также проректор отметил, что жюри всегда очень тщательно подходит к отбору номинантов на эту премию. И в этом году выбор пал на двух достаточно известных людей в своей области и, безусловно, достойных премий имени Завойского. Лауреатами стали Сергей Демишев, профессор-заместитель директора по научной работе Института общей физики Российской академии наук и Йорк-Фрактру, профессор-директор Третьего института физики и Центра прикладных квантовых технологий в Штугарском университете. Как развивается киберспорт в России и может ли он в дальнейшем обойти по популярности обычный спорт, узнаете в нашем следующем сюжете. Сегодня рынок киберспорта возглавляют Китай, Южная Корея и США. Россия, занявшая пятое место в рейтинге стран-лидеров, насчитывает 3816 профессиональных игроков и около 20 лет истории. Что же эти цифры говорят о реальной популярности киберспорта в нашей стране? Мы были первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт. По нашему образу и подобию создавалось более 30 федераций в мире. Мы с этой точки зрения являемся родоначальниками этой истории. Даже по самым скромным оценкам в России порядка 18 миллионов человек, которые увлекаются киберспортом. И эта аудитория растет с бешеной скоростью. Последние исследования показали рост 28% ежегодно. Это колоссально. То есть ни один вид спорта не набирает такую популярность. 17 октября российская киберспортивная команда Team Spirit победила на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. Причем 10% аудиторий хорошо знают об этом и следили за соревнованиями. В киберспорте есть все необходимое. Там есть комментаторы, студия аналитики, есть свои звезды, есть свои интриги, скандалы. Все есть, что необходимо для хорошего шоу. В принципе, киберспорт это такая сущность, которая зародилась на стыке трех вещей. Технологии, спорт и шоу. Поэтому здесь не требуется телевидение, чтобы сделать из этого что-то. Возрастная категория людей, играющих в видеоигры, составляла от 18 до 24 лет. По проведенному анализу выяснилось, что более половины наших граждан, а именно 64%, полагают, что соревнования по компьютерным играм нельзя приравнивать к обычному спорту. Однако 27% считают, что напротив, можно и нужно развивать данное направление. Я считаю, что нельзя, потому что спорт в классическом понимании этого смысла слова, он обозначает соревнования физических людей в физическом пространстве, с демонстрацией собственной физической силы, ума, логики и так далее и тому подобное. А киберспорт это что? Это просто сидят ребята, нажимают на кнопки. Хочется напомнить и подчеркнуть, что свою порцию признания и ненависти киберспорт получает ежедневно. Однако это не исключает того, что развитие данного сегмента на отечественном рынке будет востребовано все больше и больше. Амир Ахтямов, Фарид Захид Аглы, Универньюз. Мы уже рассказывали об объединении Казан-Экспресс и Алиэкспресс. С нами связались представители компании из Казани и указали на неточности в материале. Смотрите эксклюзивное интервью об участии маркетплейса после денежных вливаний компании из Поднебесной и о будущем российско-китайского сотрудничества. Новость о продаже доли в казанском маркетплейсе потрясла татарстанцев. Средства массовой информации строили разные догадки. Одни предполагали ребрендинг под давлением Алиэкспресса, другие – разбор нового филиала по косточкам для починки глобальной сети. Дает ли владение контрольным пакетом право диктовать свои условия? С их стороны это был бы очень, наверное, странный ход. Вот если мы им нравимся, компания «Казани Экспресс» нравится Алиэкспрессу, им нравится, как мы работаем, что мы делаем, как мы делаем, и теперь они такие придут и скажут, а теперь вы все будете делать по-другому. Нет. Они сделали это для того, чтобы их бизнес дополнился в том числе нашим бизнесом, и их услуги дополнились нашими. То есть получается, что все решает политика конкретной компании? В нашем случае, безусловно, да. Это отношения, основанные на доверии, или они как-то прописаны юридически? Мы все друг другу доверяем, но нет, обязательно документы подписываются в огромном количестве, где прописывается, в общем-то, практически все взаимодействие двух компаний. И в данном случае, безусловно, это не договор о слиянии или поглощении. Это договор о приобретении доли компании взамен на крупные инвестиции. Мы запустили стройку складского логистического комплекса площадью более миллиона квадратных метров. Сейчас мы строим первую очередь. Это будет около 150 тысяч, 170 тысяч квадратных метров. И это 7 тысяч рабочих мест. Для того, чтобы это построить, нужно очень много денег. Для того, чтобы прочитать географию, нужно очень много денег. Руководство компании не изменится. Сооснователи компании Ленар Хуснулин и Кевин Ханде останутся у руля. Весь топ-менеджмент, который работает сейчас, сохранит свои позиции. Мы не планируем обманывать ожидания покупателей, отмечает заместитель генерального директора по коммуникациям. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии была София Фарленкова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok